Ну вот все в человеке. И офицерская выправка, и здоровый образ жизни, и гражданское служение обществу. И сейчас даже вы активный член, активный участник этого проекта «Активный долголетик». Алексею Сергеевичу исполнилось 90, но на этот весьма солидный возраст он себя явно не ощущает. Максимум признается на 70. А ведь жизнь выдалась непростой. Детские годы в подмосковной деревне Каменка пришлись на военное время. После окончания военной инженерной академии 15 лет прослужил на испытательном полигоне в Семипалатинске. Уйдя в отставку, полковник продолжил трудиться на гражданке. Да и сейчас весь в трудах и заботах. Он сам себе готовит, водит машину, летом занимается огородом и ежедневно проходит 10 тысяч шагов. Я как-то сейчас приучился, что если я куда-то не пойду шагать или структурой заниматься, мне чего-то не хватает. Поэтому я уже, у меня себя как-то настрой такой, что этим нужно заниматься. Свой день рождения Алексей Сергеевич отмечает в кругу соратников, участников секции по скандинавской ходьбе. Здесь он с 2021 года. Тогда стать активным долголетом ему предложил сын, которому тоже уже за 60. Теперь Алексей Сергеевич делится планами на будущее со своими единомышленниками и не собирается останавливаться на достигнутых результатах. Спорт жизни и действительно, знаете, я думаю, что еще позитивное отношение к жизни это очень важно, потому что большинство наших участников приходят всегда в хорошем настроении, в хорошем расположении духа, всегда позитивные, улыбаются. Я думаю, что это влияет на продолжительность жизни однозначно. Праздник по случаю 90-летия с домашней выпечкой, витаминными фруктами, горячим чаем и, конечно, подарками устроили на базе 1-й Денцовской библиотеки, сразу же после традиционной тренировки по скандинавской ходьбе. Ведь в 10-е десятилетие нужно войти спортивно. Всем желаю такого же долголетия, здравия, как у Алексея Сергеевича, а его от имени главы округа Андрея Иванова, от себя лично, от всех, от руководства округа, просто от души поздравляем. Действительно, это ярчайший такой пример, на котором стоит гордиться и которому стоит подражать.